Мы вылетаем сейчас очень срочно на Бали, и Лиза показывает, как палисорб должен ее провести в чувство. А это можно с собой? Я вас по-братски прошу. Вот с собой это можно? А у нас роллы, в смысле? У нас... Да, давайте, да. Лиза, покажи, что ты делаешь с палисорбом, твои мастер-классы. Ты видела, я выпила. Ребят, ну что, всем привет. С вами ваш покорный слуга, который, ну, собственно, два года не снимал влогов, и вот решил, а почему бы этого не сделать сейчас, находиться на Бали. Ну, возможно, это связано с тем, что я не так часто езжу в какие-то такие большие путешествия. В последний раз, вот, вы можете посмотреть предыдущий влог с Африки, по-моему, у меня был. А сейчас мы приехали на долгий срок, и мне кажется, что мне будет чем с вами поделиться. Сейчас я вас познакомлю, пойду с девочками. Вообще, покажу, где мы. Посмотрите, какая красота. Пойдем. Мы приехали вот в такое замечательное, прекрасное место. Когда приехали, еще был дождь. Сегодня наш второй день нахождения на этом прекрасном острове. У меня срочное отключение, репортаж. Надежда, расскажите, для чего вы в этой рубахе спустились в воду? Для чего вы спустились в рубахе? Хочется... Потому что я уже обгорела. Ну, все, понимаете, вот как бы... Сейчас тоже обгорела, а мы тоже обгорели. А я хочу доталово, сгореть доталово, господа. Вот такая красота. Ты что, приходи к нам за алоэ. Хорошо. Напоминаю, напоминаю, что нас получит, красиво. Это Дарья. Ну, а у нас вечерний променад, вот с девочками. Девочки. Девочки, как обстановка? Она выглядит прям хорошо. Я умею динамирую. Хорошо. Давайте отметим начало нашего путешествия. Сделаем вид безудержного веселья. Мы сейчас задались вопросом. Здесь валюта, она как бы исчисляется совершенно в других многозначениях, нежели чем, например, наша валюта. То есть, у них там 10 тысяч рупий, это примерно сколько? 50 тысяч, чистая вода. Вот чистая вода. И мы задумались над таким вопросом. А сколько может стоить хата, например? То есть, это, наверное, она должна считаться в триллионах, а если привести... Просто вагон, бабла. А если привести деньги налом, то получается, должно стоить, ну, типа, этот, может быть, КамАЗ. Мы так подумали. Пишите, какие у вас мысли, сколько налички может стоить хата на Бали? Ну, мы богачки, потому что, когда они говорят с вас, там, миллион за одно блюдо... У нас всегда есть эти деньги. Всегда есть. И мы носим деньги наличкой, заметьте, господа. Сегодня четвертый день нашего отдыха. Я снимаю не все, снимаю только самое интересное. И вот мы с девочками, вот они, приехали... На Рисовые поля мы приехали? На, ты Рисовые поля? Рисовые террасы. Я вам сейчас покажу, посмотрите. Как красиво. Какая красота! Тааааа! девочки ну расскажите как ваш самочувствие после съемки этого замечательно варился надежда вы как как вы ну мы уже отдохнули мы мы могли бы спуститься за вашей сумкой еще я благодарю вас что вы принесли сей ценный груз у нас минутка бухгалтерского учета соответственно у нас есть банк который аккумулирует у тебя всю валюту девочки вы раздавите свои деньги я считаю что теперь я могу шиковать мы пытаемся сейчас установить хронологию событий где он просрали бабки шестьсот короче милана заплатили на 1 2 3 4 она без денег всегда летает она на легком она оставляет деньги здесь там уже этот груз который дает по плечи она оставляет еще чемодан просто здесь такие мелкие деньги что нужно у вас бабок брать с собой чтобы оплатить счет она не носит эти деньги 170 мы должны везем сколько я должна сейчас вам покажу валийские деньги дай мне пожалуйста дать вот это равно пятистам рублям мне нравится здесь мне нравится прикольно и чё они пиздели что людей много вообще да конечно ну что вполне себе симпатичное местечко мы приехали сегодня на самый большой вич-клаб в мире вот вдумайтесь он конечно очень большой сейчас посмотрим и вон он куда-то там бесконечно далеко располагается вот в такой локации мы снимаем у меня включение для вас я приехала на съемку контента вот мы фотограф у нас пришел лютый-лютый дождь и вот собственно что получилось от меня из меня съемка будет под дождем показываю показываю а а а а я хочу показать я захожу домой вот смотрите я ну ничего не предвещает беды и вот ситуация которую я вижу, она, конечно, как будто бы вопросики возникают. Расскажите, господа, что вы делаете? На данный момент у кого-то гель, 15% для Елизаветы, чтобы молодцы наколнились. И после удаления филера стали... Расскажите, Анастасия, почему решили заняться этим именно сегодня? Я бы задавила сегодня прыщи себе сейчас в душе и поспула, почему? Из уродных подругу. Великолепно, великолепно. Елизавета, я уже вижу... Эффект. Ну, вы очень хороши. Сегодня мы приехали в новый бич-клаб. Сынечок. Я предлагаю вам с ним ознакомиться. Низа покаталась на серфе. Вот такая ситуация у меня случилась с ногой. И пытаемся понять, что это. Аккуратно. Ну ты что, стоишь? Да. Я ухуявила весь пляж, блядь, сюда пришло. Я не знаю, что это было. Зато будешь вспомнить. Итак, я продолжу свою съемку. Если бы я сломала что-то, то я не могла бы нажимать. Как смотри, у меня лежит нога, было бы... Ребята, что сегодня новый день. И мы приехали на новую, прям крутую виллу. Сейчас будет рум-тур. Вот такой бассейн. С падападом у нас. Это холл. Это мы только приехали. Это Александра. Очень довольна всем. Значит, посмотрите. У нас есть... Рыбки. Фонтан. Кухня. И голдоверх. В общем, тут, я думаю, можно будет поснимать контент. У нас есть массажная комната. Вот такая мастер-спальня. Вот, с ванной. Еще одна спальня. Ну, еще одна внизу. Они, в целом, все идентичны. Вот такая вот красота. Помните, вчера у нас произошла ситуация с Лисочкой Халиловой? Которая, в принципе, она, наверное, будет главной звездой этого влога. Вот, я хочу продемонстрировать. Лисочка, расскажите, как вы себя чувствуете? Что произошло? И... Да все. По симптомам ей пизда. В момент получения травмы человек слышал хруст. Ебать, как она его слышала. Сильная боль в области лодыжки. Иродирующая его голеностоп. Отек. Значительное увеличение щиколотки в объеме. Все имеем. Все тут вот. Снимаем. Документура. Документура синюшная. Ты сними, там реально, она фиолетовая, уже пятка. И ярко-красная. И резко признак перелома со смещением. Ну, честно говоря, здесь ситуация синяя. Ну, подумаешь, смещение небольшое. Не переверну. И дисфункция сустава. Она не может опираться. Изменение внешнего вида и положения стопы. Но внешний вид вообще такой, да. Мне реально больно. Ну, в общем, ребят, вот так вот и катается на серфе. Понимаете? Вы посмотрите, Лизочка Халилова и серф. Лизочка Халилова и серф. Конечно, если вы выпили хайники, такой ситуации и не произошло бы. Проблемы от спорта. Проблемы от спорта. Мы сегодня приехали в новый бичклаб. И он, на самом деле, лучший из всех, наверное, всех, которые мы пока что посетили. Смотрите, какой перформанс. Смотрите, какой перформанс. Смотрите, какой перформанс. Хact Хочу вам показать Вот эта Пусть здесь Два резных Мне кажется, это интересный кейс. Всем доброе утро, новое дня. Мы приехали на экскурсию на остров Нюрсабельнида. Называется. Оцените мой нос. Он немножко как бы потерялся на фоне моего белого лица. Вот. Ну, покажу все. Покажу. Поедем мы сейчас вот на этой лодочке. Мы приехали на локацию и идем убирать шляпки. Такая местность. Это местное население. Вот такой вот выбор у нас сегодня богатый. Богатейший выбор шляпный. Это только закрывает лицо, голову. Очень красиво. Красотыльчик. Купили шляпку. Ну, не то чтобы это моя самая удачная покупка. А с другой стороны, вариантов особо не было. Вот шляпки у девочки. Шляпная вечеринка. Походим на какую-то фототочку. Фототочку. Вот. Это просто разъебка, как говорят коллеги. Короче, очень опасная какая-то история сейчас происходит. Китайцы фоткают на обрыве. А он и рад. Вот так делается кадр, чтобы вы понимали. Вот Анастасия. Вот позиция. Позиция для фотографа. Смотрите, какие. Никодорака. Поехали на еще одну локацию. Вот тут меня встречает сопротивление людей. Сейчас посмотрим, куда нас это все. Ну, вот такая вторая локация. Очень красиво. Здесь мы, собственно, сделали фотосъемку. И мы, собственно, мы, по-ковопт. Продолжаем. Поехали на квадрате. Продолжение следует... Продолжение следует... Спа, в спа мы еще не были, и я вам спешу показать. Вот так вот. Продолжим наш обзор. Здрасте, здрасте. Вот такая вот тут красота. Вот чем нас угощают. Неплохо. Ну вот так выглядит спа для нас с Анастасией. И сейчас мы будем какой-то делать королевский обряд. Хочу показать, какое красивое место. Мы пришли на ужин. Ну прям пушка вообще, мне кажется. Очень красивое место. Называется... Вот такое вот. Такая тут азиатская еда. У нас заказ. На Калифорнии была. Вот мой. У нас было раз, два, три. И еще это. Да еще одну тоже принесли. Рейдом. Есть. О, нет. Очень любимое место. О, нет. О, нет. Надеюсь. О, нет. Мы... О, нет. вечеринка прошла мощно я бы так как по-другому это не назвать вот я же приехал на съемочку фотографа такое красивое место вот съемка будет с серфом серфингистом купальники я это все естественно тоже покажу сейчас приехала выбирать серф для съемки взяла белый скоро увидите что это получится ну что посмотрим как выглядит самый дорогой плеч клуб на бали мне не жалко вам показать посмотрим на самом деле я бы не сказала что здесь прям супер что-то такое невероятное такая красивая штучка вот такой вот бассейн ну и соответственно видите вот он неплохо так то что ребят ну вот и все мы собираемся в питер уже в аэропорту впечатление все не раз самое приятное поездки за гармит какой на меня осел я скажу что она была мне нужна осень для того чтобы перезарядиться и набраться новой положительной энергии так что пишите комментики понравился ли вам выпуск ставьте лайки колокольчики все что принято нам отсюда а я с вами прощаюсь ну что девочки поделитесь как вы считаете прошел этот отпуск просто десять девочки надежда что считаете вы мне кажется мы опаздываем нам звонит катар аэрвес наверное мы опаздываем